Этническая этнос Этнос близко к понятию национальности. Этнос это тоже кровнородственное единство людей. Я лично был знаком с Львом Николаевичем Гумилевым, которому подлежит эпохальный труд, этногенез и биосферы Земли. У него много трудов, но это главная его работа. Он как раз его издавал в Большом университете, а я там издавал свою книжку по логике в издательстве. И вот мы с ним познакомились у Галины Кирилловны Ломакиной, тоже ее нет. Она редактор была, просто очень человек орудированный, замечательный человек. Ну, в общем, с Львом Николаевичем мы беседовали на эту тему, прямо из его, как говорится, рук могу, по поводу этноса. Этнос это, прежде всего, кровнородственное единство людей, живущих на одной территории, но, заметьте, это не нация, живущие на одной территории, ведущие, как у нас говорят, единое хозяйство в общем. Дальше, обладающие, конечно, общим языком, кровнородственное единство, прежде всего, это генетическое единство, общим языком и, конечно, культурой в связи с этим. Культуру мы называем, как объединяющие все вместе. Но этносы отличаются от нации чем? Тем, что этносы, в отличие от нации, чаще всего, ну, вот, Лев Николаевич тут мне объяснял, на пальцах дважды доктор, доктор географический, доктор исторических наук, эрудит, умница. Но я с ним был не согласен, я был молодой и очень настойчивый кандидат наук тогда еще. Значит, так вот, ну, в чем согласен? Ну, вот, этнос, да, ну, понятно, он, значит, еще мигрирует. Этнос, как правило, мигрирует, вот, этнос, да. То есть, это вот какие-то кочевые народы, которые мигрируют, а может, не совсем кочевые, вот, переехали и могут там несколько столетий жить на одном и том же месте, а потом опять переедут. Почему они переезжают? Потому что этнос основывается на еще не современной, не буржуазной системе производства. Это не буржуазный способ производства. Это дофеодального, да, вот, включительно там. Иногда еще до вообще классового объединения, этнос, да, это объединение на уровне расширенной народности. Вот так, да. Вот, так что это вот в основе кровнородственное, но это не национальность и не нация. От нации ее что отличает? Нация, значит, вообще это крупное объединение людей, которое на основе, я уже говорил, да, вот, Сталина это подчеркивал, буржуазного способа производства, да. И там экономическая жизнь другая, потому что это буржуазный способ производства. Он сплачивает гораздо сильнее, они там в единстве находятся. Отсюда общность языка, да, конечно, тоже, но это другой уровень развития общества, другой уровень развития производства для нации. В отличие от этноса, то есть этносы в нацию не могут войти, не растворившись в ней. Вот в чем дело, да. Тем более, что в нацию входят и национальности, тоже растворяясь в нации, да. Ну, ассимилируя друг с другом, отобъединяясь, и вот общий язык, вслед за общностью экономической, постепенно, да. Это такое вот глобализация идет, процесс, да, глобализация. Вот. Так что этнос, он исторически предшествует, да, нации, но не национальности. А национальность, в отличие от этноса, чем отличается? Национальность, это группа людей большая, может быть численно, но принадлежность к этой группе не означает принадлежность к одной стране, к одной территории, к одной культуре, к одному языку и так далее. Это кровно-родственное единство, в котором кроме кровно-родственного единства, все остальное можно отбросить. Люди одной национальности живут, как я говорю, на разных территориях, но не этносы, нет, для этносы это невозможно. Это уже не этнос будет. И вот концепция Гумилева, значит, он рассматривает, что этнос проживает автономно, хоть и кочевать может, да, проживает автономно. Но в связи с низкой культурой производства, он вынужден мигрировать, не потому что охота к перемене мест у него в крови, а низкая культура производства. Ну, так сказать, чем живем-то? Там скотоводческие в основном племена, да, вот такие у нас. Тут уже все съели вместе с этими, со скотом, да, вытоптали, обеднили и почву, и вокруг это все, и кочуем там, где вот там еще заливные луга есть. Ну, это понятно, что в какую-то историческую эпоху, если уже существует крупнейшее государство, куда вы там пойдете, да, да, вот, как цыгане, да, остались вот таким этносом, кстати, Гумилев использует этот пример. Вот, поэтому, значит, вот национальность, она такая, такое образование, особенно вот национальность, она может как-то культивировать в себе и разрастаться вместе с народностью, тоже там кровно-родственное единство, да, в этнос, этнос в этом отношении крупнее исторически первых национальностей, да, но национальность потом может стать очень большой, но разобщенностью. То есть национальность, это признак главный, еще раз, кровно-родственное единство, а для этноса нет, это общность территории, общность экономической жизни, общность языка, очень похожа на нацию, что для нации не хватает, не хватает для нации уровень культуры производства, уровень, да, производства и производительности труда. И вот буржуазная, да, эпоха, она объединяет, создает эту нацию из разных национальностей, из разных этносов. Поэтому вот таким образом, вот такое различие, я бы сказал тут, ну вот понятие этнос Сталин, он еще и не использует, а вот Лев Николаевич Гумилев как раз это развивал. Но вот с чем, уж если продолжать, с чем я спорил, в чем я был не согласен, словом Николаевичем, и до сих пор не согласен, он утверждал так, что развитие вообще, как происходит. Вот этносы мигрируют, развитие этносов, укрепление, уменьшение, эволюция, на уровне генетическом происходит все. А как это происходит? Вот сливаются два этноса. Этносы, они бывают молодые, взрослые, юные, молодые, взрослые, старые. Старый этнос, чем он характерен? Не потому, что там стариков много, как у нас сейчас говорят, у нас стариков все больше. Нет, дело не в этом. А вот внутри этноса становится меньше пассионариев. Нистовых, дословный перевод. Вот Доллареса Барури называли пассионарией, если кто знает, это один из лидеров коммунистов Испании в борьбе против диктатуры Франка. Вот, ее называли. Так вот, пассионарные этносы, это что, много вот этих людей, отдельно взятых внутри этноса, они составляют большую часть этноса, которые стремятся к новому, более прогрессивному. И в производстве, и в жизни, и в культуре, развитию, прогрессивному развитию они стремятся. Прежде всего, в экономической жизни. Вот это, значит, не просто неистовые люди, по натуре буйные, которые надо смирительную рубашку надевать. Нет, они вот такие, они активные, они социально активные. Но эта активность идет с точки зрения Гумилева, как я его понял, но я с ним лично беседовал, много раз спорил. Идет именно от генетики. Вот есть, конечно, люди, мы знаем с вами, мы все разные. Вот кто-то там до старости сохраняет такую, значит, какую-то энергетику в себе и готов там спорить, а кто-то и в молодости, да, ну ладно, флегма, да. Вот эти типы нервной системы, они генетически определяются. А там все равно, да ладно, буду я спорить. Вот я считаю, что я прав, еще и не надо спорить, да. Вот, то есть это, ну вот, в известном смысле вот это абсолютизировал Рев Николаевич, и говорил, вот когда много таких активных людей внутри этноса, и он составляет там, ну, половина примерно этноса, вот, контрольный пакет акций, когда, не обязательно половина, да, знаете, вот они составляют, может, они меньше половины, но они задают тот всему этносу. Они ведут за собой, ведут прогрессивно, вот это сказывается, да, не обязательно там их больше половины, да, еще раз. Вот, вот это активный молодой этнос. А когда вот эта пассионарность падает, и очень мало вот там вспыхивает, один в поле не воин, он пытается там своих родственных, ближайших там вот, с кем он живет, там, на что-то подвигнуть, давайте вот чем строить, да ладно, да нам и так хорошо, вот давайте и хотя бы жилище там улучшим, и давайте вот применим какие-то новые методы, вот я там изобрел что-нибудь там, орудие труда, да брось ты, будем мы там еще, у нас вот так хорошо, все нам хватает. Вот эта этнос, когда вот все, пассионарность падает за счет этого, вот эта этнос старая, хотя люди, может, молодые, в среднем там, да. Вот в те времена, которые, в общем, так или иначе, к примеру, берет Лев Николаевич Гумилев, там люди долго не жили, вот таких лет не доживали, во всяком случае, да, поэтому, в общем, молодые были, ну, с нашей точки зрения, но вот они могли быть такие пассивные. И вот Лев Николаевич говорит, когда два этноса сливаются, молодой, юный, горящий, да, и вот этот старый такой, да, все молодые старички, да, все равно. Вот они сливаются, как они сливаются, ну, мигрировали, ну, эти, конечно, молодой захватили, да, естественно, эти, ладно, подчинились. Ну, и там происходит, конечно, генетическое слияние, тут мужей и жен находят, они слились от этноса. Вот это очень опасная ситуация. Создается, по выражению Льва Николаевича, химерный этнос. Вот в таком ситуации. И что это такое? Очень много пассионариев рождается в результате вот этого брака двух этносов, да, ну, конечно, не этносов, а там мужчина и женщина этого этноса, но эта пассионарность отрицательна. Это не созидатели, это разрушители, которые стремятся разрушить культуру и материнского, и отцовского этноса. Им ничего не нужно. Вот эти разрушители, анархисты, бунтари, экстремисты, какие-то террористы, они даже не знают для чего, вот им хочется все разрушать, вот внутри у них все кипит, и вот они там увидели машину, вот накинулись там на машину, начинают ее бить, долбить. Зачем? Они не знают, кому она принадлежит. Может, человек с трудом эту машину купил там, копил полжизни, и вот ему нужно, потому что у них нет источников для существования, он занимается извозом. Ну, это я так, для примера, конечно. Ну, вот эти вот такие вот химерные этносы рождают отрицательную пассионарность, стремящуюся к разрушению. И, конечно, это приводит к чему? К гибели этого этноса. К саму уничтожению. Потому что они не созидают, они уничтожают. Я в противовес Льву Николаевичу говорю, Лев Николаевич, а ведь Советский Союз получается у вас, вот мы же во времена Советского Союза, это же сплошной химерный этнос. Он говорит, это вы сказали, это меня сказал. Я, говорит, за папу сидел, за маму сидел, за себя не хочу, это вы сказали. Он не стал со мной спорить, но я, говорит, с этим не согласен. Я с этим не согласен. Это вы сказали. Вот он вообще был спорщиком отчаянным, я тоже молодой был, очень пассионарный спорщик. Но вот были какие-то моменты, вот он раз и вдруг прекращает. Не знаю, сказать, что он боялся, это, конечно, он там прикрывался этим моментом. Вот такие вот вдруг неожиданно, так на вопрос, я так более полно развернуто ответил, потому что если, вот что касается теории этногенеза, тут более такого грамотного и талантливого специалиста, чем Лев Николаевич, я пока вот не вижу. Не то, что не встречал, всех не встретишь, а не читал, не знаю, не слышал. Так что вот по поводу теории этносов, чем они отличаются от национальности, от нации, это вот Лев Николаевич, Лев Николаевич. Так, получается, Соединенные Штаты Америки это еще более жесткие химерные этносы? Ну вот их агрессивность. Да. Но вы понимаете, в чем я укорял, Льва Николаевич, не в том, что Советский Союз там химерный этнос, а в том, что он абсолютизирует роль, я его укорял в биологической редукции, то есть он абсолютирует роль вот этого генетического начала. Вот слились там, вот что, я говорю, слушайте, Лев Николаевич, ну как-то так, мы же люди-то разумные, социальные, у нас, конечно, природа говорит, безусловно, и мы не можем от нее откреститься, да, и средняя продолжительность нашей жизни определяется, как вы знаете, в основном природными факторами, да, но при этом так все редуцирует в природе, извините, тогда мы перейдем от замечательной науки Евгеники, которая говорила, надо подбирать пары, кстати, сейчас к ней возвращаются, они просто так взяли, там, понравились вот друг другу, молодые люди, ну и давайте жить вместе, и детей сейчас заведем, а может ему противопоказано детей, у них такое начнется, да, вот это тоже, да, близко, да, вот для отдельно взятых пар, а не для этносов, я думаю, что это нельзя, и вот, кстати, Сталин тоже об этом пишет, что, вот он говорит, что, вот в отношении образования нации и национальности, и в отношении становления языка, вот тут надо еще один момент учитывать, как ни странно, вот в классовом обществе на все эти процессы игра оказывает большую роль как раз вот классовое начало, классовое начало, хотя язык, скажем, один, но известно, что культура в одной и той же нации, это единая, в общем, культура, единый язык, но вот разные, мы тут в перерыв говорили, разные группы социальные, срезы, вроде представляют собой определенные субкультуры, они говорят на другом языке, а ты по фее не ботаешь? Ага, вот, я сразу определил, откуда этот, меня вопрошающий, вот, нет, говорю, не путаю, ну, вот, значит, со мной не о чем говорить, значит, уже определились мы, да, к какому срезу мы, к какой субкультуре принадлежим, вот молодежные всякие там субкультуры, которые возникают, там, толкинисты, например, у меня дети ушли в толкинисты, понимаете, мы вышли, слава богу, по возрасту, то это возраст, то тоже биологически как-то так, да, ну, вот это влияет, конечно, тоже биологии тоже нельзя сбрасывать, но вот Старин говорил, что вот в классовом обществе классовое начало является сильнейшим, и нельзя его снимать с повестки дня, когда вы рассуждаете вроде о построении, скажем, вот, единой нации, но всякая система, она имеет какое-то ядро обязательно, а все, что существует, есть система, это вот дилектический подход, да, системный дилектический подход Сталин проводит. Кстати, еще вот системный подход был не то, что не моден, еще не был должным образом к этому моменту разработан. Вот, поэтому вот, скажем, в становлении языка тоже надо, вот, не просто там титульная национальность, да, какая, а почему она стала, какую она роль в производстве играет, а в производстве, в общественном, где тут вот классовые моменты надо учитывать, надо. И заметьте, разные классы говорят немножко на разных языках, у них разные предпочтения, разная культура, да, вот, и я говорю, там вот во многом есть вот такие различия, а это отражение противоречий межклассового, да, которые вот так в глаза-то и не бросаются, но если присмотреться, то можно это все увидеть. Вот, стороны пишут о том, что становление вот нации, языка нации, вот тут тоже играет эту роль. И, в общем-то, ссылается, кстати, на известный тезис Маркса и Энгельса о том, что вот в отношении идеологии, идеология господствующего класса становится господствующей идеологией. Вот это знаменитый тезис из манифеста еще Коммунистической партии 1848 год. Так вот, Сталин ссылается на него, говорит, вот это касается и идеологии, как момента культуры, и, если хотите, языка, который носитель всего, и в том числе идеологии, да, вот мы общаемся, какие-то идеи там будируем. И вот тут не титульная какая-то национальность, а вот правящий класс задает это все, становление. Он даже регулирует, он заинтересован даже в этом. И в поддержании вот этого различия культуры он заинтересован, потому что так легче управлять. Ну, что же, значит, вот Лев Николаевич Толстой, но это уже и от себя, да, цитирую, недавно найденная из него замечательная цитата из письма одной нашей тоже корреспондентки. Лев Николаевич Толстой пишет, что всякое государство сильно невежеством масс основного класса вот этих работ. И что поэтому государство не заинтересовано в истинном просвещении масс. Надо нам это понять, пишет он в своей корреспондентке. Вот мы не поняли, почему у нас тут образование сворачивается. Я был просто поражен. Вы знаете, вот сошлюсь еще. Вот классовый подход, как сказался. Я был в марте, опять вот в марте второй раз на Всемирном Конгрессе Экономическом. В Питере у нас проводится четвертый раз. Я только второй раз там присутствую и выступаю. И вот сейчас в марте, 20 марта, да, что-то в этом роде, да, 20. Проходил это в этом Прибалтийской гостинице. Очень представительный форум. Там совершенно ведущий сказал, что, ну, кого тут нет. Представители какого континента. Я знаю, что из Антарктиды никто-то не приехал к нам. А так все приехали. И вот выступают там ведущие экономисты мира. Я очень заинтересовался. Вот они так продвинутые. Они во многом, вот если говорить о нашей философии, и вообще мировой, они ее уже, философия до сих пор еще там постмодернизмом жутким страдает. Ну, я не буду об этом говорить. Так вот выступали далее среди именитых академиков. Вот академик Глазев, который является де-юро советником президента, как вы знаете, а выступает против нынешнего режима. Совершенно откровенно, понимаете, и выступает. Вот. Я думаю, к чему бы это? Может быть, там уже и Путин начинает склоняться к таким революционным изменениям. Как-то понять, если советник президент так выступает. Но вот выступал Гавриил Харитонович Попов. Вы знаете, кто это такой? Мэр Москвы. Вот. Не либерал. К его выступлению? А? Махровый был не либерал? Ну вот, он и остался таковой. Я, вы знаете, я так посмотрел там специально, какого он года рождения. Он у меня всего на 9 лет старше. Ну, всего. Если мне 70-3, то это уже прилично, да? Но он выглядит так, я думаю, ну, может, я и не доживу вообще до этого. Чего говорить? И списать то, что он говорил на возраст, я не могу. Потому что он таким был, когда я мэром Москвы был. А вот что он сказал, вот прямо вот цитирую вам. Я не знаю, попадет этот сборник огромный, трехтомный сборник был издан, и я туда попал по прошлогоднему. Через год они издают. Или нет. Как документ обличающий. Вот он говорит. Вот мы тут по поводу экономических проблем России, да, говорим. А знаете, на мой взгляд, их все экономические проблемы проистекают из того, что у нас слишком много народу. Ничего себе. До него говорили выступающие, тот же Глазик, что у нас не хватает населения, да. У нас эта проблема, у нас образуется пустота. Китайцы готовы занять там. И занимают, так сказать, ну, без всякого закона там вот в Иркутске и вокруг там все уже запалено. Так только ли в Иркутске. Ну вот и у нас тут, да, больше чем достаточно, не только туристов. А он говорит, что много. Так вот, он говорит, я тут посчитал, у нас 15 миллионов лишнего населения. Ну вот. Да. Вот мы решим этот вопрос. Стариков много. Интересно, как решать вопрос. Я вот тут не выдержал. Я стараюсь быть корректным. Я говорю, расстреливать прикажете? Он, ну, зачем? Зачем? Вот в Китае там, вот у них много было населения, да, они сократили рождаемость. Я думаю, нам надо идти по этому пути. Значит, вот тоже против Путина пошел. Опять в Китае рождаемость сокращается? Ну вот. Нет, не в Китае, у нас надо сокращать. По примеру, Китая. По примеру, Китая у нас надо сокращать. Вот. Вот Китай, вот замечательный пример. Ну, у них-то действительно там рождаемость, а у нас-то когда это была такая рождаемость, что уж надо думать. Ну, это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Ну, последний вот тезис. Ну, это вообще возбудил весь зал. Все зашумели, а я позволил себе неприличный выкрик. Обладая мощным голосом, там огромный зал, там было 800 человек народа, понимаете. Я в центре, ну, еще справляюсь. Вот что значит, аудиторный голос-то поставленный. А он, значит, что сказал? Все, я уже не вытерпел. Он говорит, что... А вот проблема с образованием. Кстати, ну, он там раскидал такое, палитру целую там. Нашей жизни, вот проблема образования. Так и образование тоже решим проблемы легко. У нас вообще по данным специалистов, каких специалистов он не назвал конкретно, только 20% наших детей, школьников, таких еще младших классов, способны по своему IQ продолжить образование в старших классах и тем более поступать в институты, в высшие учебные заведения. А 80% это балласт. Вот этих 80% вполне достаточно 7 классов образования. И все. Я тут уже не выдержал. Я крикнул громко и звонко. Я говорю, Гавриил Харитонович, вы эти тезисы у доктора Геббельса позаимствовали? Ну, один к одному. Один к одному. Кошмар. Нет, говорит, не у доктора Геббельса. Я сам подошел. Ааа, гениальный. Ты сам дошел. Ну, вот. Хотел я к нему подойти в перерыв. Он ходил там по залу, но посмотрел, он какой-то сагбенный, совсем еле ходит. Ну, ладно. Вот еще упрекнут меня в том, что я добил старика словом. Вот понимаете, какие идеи? Ну, что это? Это списать на возраст? На старческий маразм? Да нет, у него такие же идеи были тогда. Он каким ты был, таким ты остался. Как в старой песне пелось «Казах лихой». Да. Вот. Ну, не лихой, а все наоборот. И понимаете, что все-таки находятся у него потом вот все эти обсуждения за круглым столом, там я принял участие, да, там по секциям разбились. Так нашлись у Гавриила Хайловича сторонники молодые. Понимаете? Герман Греев, понимаете. То есть, понимаете, вот, да, вот, вот что, то есть вот этот фашизм, а там, глядишь, нелегко дойти до того, что там какие-то национальности у нас. Ведь вот наши экономические беды, да вот нам не хватает своих. Ну, вынуждены вот проводить какую-то политику такую, что у нас вот сначала дворники подметали все, товарищи, с востока явно. А теперь у нас, вот у меня жена говорит, у меня, посмотрел бы, то есть сейчас у нас огромная больница, 26-я, на улице Костюшка. У нас уже врачи, чуть ли не половина оттуда, узбеки и таджики. И говорит она с негативным моментом. А я говорю, а ты что это такое? Вот, националистка, говорю. А она говорит, ну ладно, ты китайец, молчи. А значит, так у нас разговоры интересные, философские в Севере. Вот, то есть она говорит, что я инстанциалист, потому что я не могу не быть инстанциалистом, чтобы не разорваться. Да, поэтому я волей-неволей, так сказать, никак не могу быть ни националистом, ни фашистом. Хотя бывают и такие случаи, вы знаете. Так вот, вот проблема национального вопроса. То есть вопрос, конечно, вот, когда говорят национальный вопрос, а от чего идет-то? Вот национальный, прилагательный национальный будет от нации национальной и от национальности национальной. Так что нас беспокоит? Национальный вопрос в отношении нации или в отношении национальности? Ну, как вы знаете, что скорее отношение национальности, да, кроме родственной единства именно это подогревалось. И при развале Советского Союза вот это вбрасывался тезис, да, и вот тут, конечно, Иосиф Виссарионович до сих пор нам может кое-что подсказать некоторым горячим головам, да, что тут вот в этой, во всех проблемах надо искать прежде всего экономическую составляющую и классовую, связанную с этим, да. Классовый момент, вот классовый подход, а не ищи там, вот понаехали тут, вот почему мы плохо живем, а может быть наоборот мы лучше стали жить, потому что подоехали, потому что если они понаехавшие выполняют какую-то черную работу, правда вот там на Западе понаехавшие получают пособие и все, да, и за этим они и приехали, и могут и не работать, хорошие пособия. Вот, заметьте, у нас не получают, поэтому у нас не столько едут, да, не столько едут, да, потому что если едут за этим, чтобы там сибористовать или просто тунеядствовать, то да, то тогда, конечно, да, можно поехать, ну, в Европу, а к нам не очень. Тут посибористуешь и даже не потунеядствуешь, особенно, да, помрешь с голодом. Вот, это вот там, в Америке, вот я замею, вот там все, вот Америка, вот как здорово, ну, нищие, понимаете, бездомные, и вот кормление организованное, я сам пристроился там к кухне, которая походная, которая раздает там навесик такой, все организованно, думаю, дай попробую. А потом мне стыдно стало, я, значит, английским-то не владею практически, ну, я же там не буду, а вдруг меня что-нибудь спросят, а я ответить не смогу, так со стыда сгоришь даже, или в полицию сдадут. Скажут, русский, вот пришел тут наших бездомных, сволочь такая, русский турист, да, вот. Но я посмотрел, там в миске, прилично, там кусок мяса, щиток, и видно, наваристые люди едят явно с удовольствием, не с отвращением, что, ну, есть надо, да. Первое, второе, третье, все хорошо, понимаете, то есть, вот, ну, хорошо-то хорошо, но вот их обеспечивают, этим обеспечивают. У нас не так, конечно, наших бомжей несчастных обеспечивают. И причина бомжевания, ну, немножко не та, хотя близко, близко. Вот, то есть, вот, классовый подход позволяет многие наши, вот, социальные язвы рассмотреть и понять сущность, в чем же причина. Понять, вот, известный, известный вопрос интеллигенции, кто виноват-то, да. И тогда понять, что делать. Ну, вот, у нас, правда, все время ищут именно, кто виноват, конкретных людей, и списать на них вот это все. Или на национальность, опять же, отдельно взятую. На вот эти малые какие-то там представители малых национальностей, нацмены, как называют, национальные меньшинства. Ну, да, просто немножко в сторону. Просто пленулись, что роль личности в истории не стоит преувеличивать. Да. Когда говорили, а вот сейчас личность ставится в углу. Там Путин то, Трамп то. Вот могли бы немножко развернуть эту тему. Ну, да. Ну, так разверну. Роль личности. Дело в том, что вот я упоминал там выдающихся личностей. Иосифа Сырионовича, прежде всего, да. И Владимира Ильича. И даже вот коснулся нашего Петра Первого, да. Врача, нашего такого царя-реформатора. Вот. Ну, представим себе, что родился бы тот же, несомненно, так сказать, гениально одаренный Петр Первый, ну, столетиям пораньше. Смог бы он свои реформы развернуть. Нет, конечно. Или Иосифа Сырионовича на сто лет раньше. Вместе с Владимиром Ильичем. Вкупе, вдвоем родились. Там, с той же разницей, в возрасте восемь лет, да. Вот. Ну, родились. И нашли друг друга. И гениальные они, одаренные, вот все. Вот смогли бы они сделать то, что они сделали? Нет. То есть, вот это говорит о том, что нельзя преувеличивать роль личности, да. Личность, она реализует то. Но вот ее гений и воля ее замечательная, помноженная на ум, потому что воля без ума, это вообще монстр, да, жуткий, который все уничтожает и ничего не создает. Вот химерный этнос, да. Воля без ума. А, значит, обязательству, вот смогли бы и нет. Значит, вот мы на этих примерах, да, таких виртуальных, моделируем ситуацию. Мы понимаем, что вот каждая личность, она реализует те объективные тенденции, которые эта личность, иногда, вы знаете, были такие личности, есть. Они вот так теории не смогут представить, вот как Иосиф Фессерионович, да, не смогут. Но они это как бы чувствуют, да. Вот на уровне интуитивном они схватывают, хотя закон это все-таки сущность, и чувством не возьмешь закон, да. Ну, закон всемирного тяготения можно взять, чувством, но не закон, а то, что все предметы падают на землю. Но это же не закон всемирного тяготения, да. Вот. Это эмпирический закон такой, который вот еще на этом уровне. Но вот если вот это все как-то на уровне даже ощущения схвачено и обобщено вот этим недюжинным интеллектом, а плюс еще воля, он может это дело реализовать. Может в свою пользу. Может в пользу того класса, который представляет совсем не в пользу основного населения, да. Вот как обманулись, вот знаменитая формула Маркса, да, вы знаете, критики геглевской философии права, что оружие силы можно победить только силой оружия. Но идеи становятся материальной силой, как только они овладевают массой. И вот это вот дальше надо же продолжать. А какие идеи могут овладеть массами? Всякая идея может овладеть массой. Напрашивается с позиции вот ортодоксальной материалистической диалектики, напрашивается вывод такой, что материальной силой действительной может стать та идея, которая адекватна объективной реальности. Или бытию массы, да. Вот. Вот. Адекватно. Потому что то есть истинная идея, а может ложная идея, да. Вот хочу создать вечный двигатель. Вот знаменитый наш изобретатель Кулибин, я люблю приводить этот пример, замечательный, да. Он сколько сконструировал мостов, но еще не сделаны были. А вот многие мосты используют элементы, детали, проекта и разработок и расчетов Кулибина. Но главной целью своей жизни он считал до конца своих дней создание вечного двигателя. И он много вечного. Вот так. Овладела им идея. Двигала она его, двигала к созданию каких-то механизмов, которые позволили бы крутиться вечному двигателю. И вот то, что он считал промежуточным моментом, да, к цели, оказалось основным. Вот он стал замечательным инженером, изобретателем, да. И вот то, что он считал вот этим таким достижением. Ну, а если бы он вообще какую-то химеру в голове имел, который вообще никак не воплотишь, ни в детали, не достичь, да. Ну, в чему? Вот, конечно, эта идея не может вооружить отдельно человека. Ну, потому что он вооружится и попробует реализовать раз, два, три, четыре, споткнется. Ну, и если он не фанат, и ему есть не на что, да, то он будет, пойдет добывать хлеб насущный при помощи каких-то старых людей, которые себя пробировали в этом отношении, да. И вот тут возникает интересная вещь. А вот, скажем, гитлеровский фашизм, да, вот я уже упомянул, миллионы людей, миллионы людей в Германии овладела этой идеей фашизма. Что же она истинно была? И возникает, она стала материальной силой? Да, да, войну-то начали, это же не в сознании начали войну, а миллионы, десятки миллионов людей погибших. Конечно, в сознании где-то у кого-то погибли. Потому что в реальной жизни уничтожены были эти миллионы. То есть эта идея сработала на уничтожение. Практика, критерий истины. Вот эта отрицательная практика показывает, да, хотели уничтожить, и уничтожили. Да? Значит, получается, что эта истинная идея овладела миллионами, стала материальной силой, и вот, пожалуйста. Но миллионы-то чего хотели? Они же хотели не просто уничтожить там какие-то народы. Они хотели, и что мне шагалось, что они будут все, ну, так как господами. А вот это все эти малые народы, все эти ничтожные, не арийские народы, они будут рабами. Вот их дело. И вот им 7 классов образования, или даже 3 классы Геббельс говорил, это шумели читать приказы Верховного Главного Команда. Немецкого надо учить. Они, кстати, учили на оккупированных территориях немецкому, чтобы, а как же, ну, что там, по-русски что ли будет? Вам, ну, то вот учите немецкий, язык великого народа. Это ваше тарабарское наличие, что мы будем учить? Нет, нет ни своего достоинства. Значит, понимаете, вот получается интересная ситуация. Значит, идеи могут быть не то, что ложные, а вот вести не к прогрессу, а к регрессу. Они же не получили этого, они не стали господами мира. Они, вот это была иллюзия. Иллюзия. Именно это их толкало. Они вперед, что они были все как один там садистами, фанатиками нацистскими. Нет же. Нормальные люди были. Но вот именно какое-то мгновение одолела жажда днажды. Это все повторилось у нас. СССР на чем развалился? Вот опять на этой идее, с запада опять внедренный в сознание при помощи этих комиссаров, которые у нас занимали пост генерального, последнего генерального секретаря ЦК, одновременно первого и последнего президента страны. Но это, конечно, нельзя абсолютизировать роль личности Горбачева, Ельцина и так далее. Там был определенный класс, который уже переродился. Верхушка партии коммунистической. Де юра коммунистическая, а де факто. Да, де факто они уже приватизируют много. Я уже говорил тут на одном наступлении, по-моему, здесь, как эта приватизация шла постепенно. Снизу вверх, когда владелец, не владелец, пардон, а продавец, я оговорка по Фрейду, продавец пивного ларька де факто становился владельцем этого ларька. Ему и ларек не прижал, и пиво не прижал, и так далее. Да, я понял. Вот. Но и, значит, вот это все стекалось. И в результате перерождения, вот понимаете, какие идеи внедрялись в народ. А вы тоже будете, вы помните, с валчарами. Знаменитыми. Каждый валчий стоит минимум две волды. А для советского человека это был предел мечтаний. Чубайса. Вот. Ну, это не Чубайса. Это он был проводник. Глубик. Я этого, вот у меня, кстати, завтра будет его брата родного, день рождения. Он у меня в друзьях здесь. Я его поздравлю. Мы с ним знакомы. Я был на защите. Подозрительный человек. Вот. Надо знать всех. Понимаете? Изнутри и лично. Они в списке все. Да. А Толя Чубайс, его называли в обкоме партии Рыжик. Он был инструктором обкома партии. Коммунист Чубайс, Анатолий Борисович. Какой он коммунист? Ну, ясно было, так сказать, вывеска одна. И это так же и выше. Да? Поднимаем. Он у вас в парашколе учился? Нет. Он у меня в парашколе не учился. А то вы меня обвините как будто на конференции. Вот кто. Да, виноват. Вот кто виноват. Вот, вот они, вот вы, да. Я заведующий кафедр, я признался тут на конференции ленинской, что я заведующий кафедр выпущу. Так вот кто выучил так всех. Вот, да. Нет, мы этого их не учили. Вот. Мы учили марксизму, а воспринимали каждый по-разному. В меру своего бытия, вот, ориентации, да. К сожалению, в человеке вот эта жажда наживы, да, она, ну. Ну, всякий хочет жить, хорошо. Да, причем сегодня, а не завтра, да. Через 4 года будет, тут будет город сад. А я сейчас хочу в городе саде жить, да. Вот. Или там через 20 лет мы построим коммунизм. А я сейчас хочу жить. Вот. И вот те, которые так вот не хотели так долго ждать, и потом, это иллюзия вообще. Но это отдельный разговор насчет того, вообще коммунистической идеи. Это иллюзия, утопия или нет. Это, конечно, неудобие, да. Тем более, что реальность-то была такая. Я уже говорю, всегда пример привожу. И 100 тысяч лет истории человечества, 95 тысяч лет был коммунизм. Но нам туда не надо. Первобытный коммунизм, жуткая жизнь. 25 лет средней выражительной жизни. И такая жизнь, что если бы мы туда попали, мы бы немедленно повесились. Пожили бы там, если знали, что нам еще года два предстоит хотя бы жить в этой жизни, мы бы не выдержали. Не то, что повесились сами. Ну, все. Ну, вот. Так что, вот, такие вещи. Но коммунизм был по всем параметрам. Но это не значит, что мы коммунисты, я не боюсь этого, вот, а, зайдем туда. Это же абсурд. А у нас ведь так, так же, как в первые годы советской власти. А, эти коммуняки, вы знаете, что в деревнях-то как пугали? Будете спать под одним одеялом, общный жен, твоя жена останет жен во всех. Вот она у тебя красивая, ты этого хочешь? Да ну что? Вот эту свою жену и уволят в колхоз. Да вы что? Вы понимаете, это было бы смешно, когда бы не было так грустно, понимаете? Вот на этом деле сначала подрывали, а вот борьба с кулачеством, вот с этим делом. Это же была классная работа. Как сейчас договорят. Да. Ну вот. А сейчас коммунисты так тоже подают, да. Да. Отнять у всех. Вот тот же этот невинноубиенный вице-премьер-то бывший, господи, все время забывал. Боря, Боря. А? Немцов. 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 Комсомола Горького, города Горького, сейчас опять Нижнего Новгора был. И вот он, когда стал вице-премьером, он решил своеобразный комсомол создать у нас в России уже, капиталистическое. Ездил по городам и Нивам и показывали по телевидению. Выступает он в большом сельском клубе, огромный. Когда-то, ну, у нас были дома культуры, селе там, культура, настоящая была. Все это же разрушено. Вот. И, кстати, не только по материальным соображениям. Ну, ладно. И он выступает и говорит, ребята, там, значит, мальчишек, девчонок посажали 15-16 лет. Я вам тут лекцию не буду считать, что такое коммунизм. Это, знаете что, ну, я вот прямо вот несколько слов и объясню. Это отнять у всех, у кого что-то можно отнять, а потом все это разделить поровну. Вы это хотите? Нет, кричат ребята, хватаясь за свои эти трубки, еще не сотовый телефон, а трубки были. У кого-то, у богатеньких были. Не хотим, а то отнимут у нас эту трубку на четверых, на пятерых, на десятерых. Понимаете, вот такая фальсификация, уж Боря-то знал, конечно, он же кандидатом наук был, кандидатским минимумом-то философии сдавал, уж мимо этого он же никак не мог пройти, понимаете, и высшее образование получал. Он знал, что это коммунизм, это не уравниловка. Равенство социальное, это не уравниловка. Это вот опять вот теория и практика, да, подсовывает фальшивку в виде теории. Говорят, ну это же иллюзия, это чушь какая, ерунда, да. И это, получается, вот не догнали Америку только к тому, что якобы стремились выполнить эти утопические идеи. Так не стремились. В том-то и дело. Я-то это хорошо знаю, ну, понимаете, если я был заведующий кадр Ленинградской спортивной школы, если я был комсомольским работником, освобожденного 8 лет здесь, в Ленинграде, я знаю вот это все хорошо изнутри, да. Вот. Понимаете? Не стремились, прикрывались. Почему? Вот я знаю, формальное изучение, но я старался как-то это все. Ну, далеко не все так старались. Да и потом, на теоретическом уровне, если на практическом, другие уже ориентации, если боролись за партийный пост для того, для чего, для того, чтобы народу жилось лучше, это так же, как за пост там депутаты борются сейчас, то же самое. Чтобы самому же выслушать, привилегии какие-то получить. Кстати, они не были столь велики, как сейчас у наших чинов. Конечно, не были. Вот. Вот почему и сделали переворот, потому что хотели, чтобы были такие. Такой разрыв колоссальный. Не было такого между элитой партийно-правительственной и народом. Не было такого. Это я вам говорю. Вот все эти мифы там раздувают. Там, да, специальные магазины, в которых были, ну, я же ходил в обком партии. Были магазины, да. Ну, были магазины. Там по государственным ценам все продавалось. И так же продавалось это универмаге, скажем, Елисеевском. То же самое по этим ценам. Вот, клянусь. Вот я был там и там. В один и тот же день. Ну, иногда бывало так. Дефицит какой-то. Да. Да, но это, вы знаете, дефицит эти выбрасываются на предприятиях, на военных предприятиях. Я работал на военных предприятиях. Давали, вот там, профсоюз в основном, да. Вот, да, выбрать праздничку, чего-нибудь там такое вкусненькое. Достанет, выебьют как-то, да. Ну, вот, то есть это не только в обкоме, где и в райкоме где-нибудь там, да. А вот это вот где-то на предприятиях то же самое, на таком же уровне, по той же цене. Все это сказки, что там по бросовым целым вообще, что если недавно сдавались, там привилегии, это все. Субтитры сделал DimaTorzok